Мы хотим поприветствовать всех миром Господа Иисуса, в особенности тех, кто получили этот линк, приглашение, и участвуйте с нами впервые и в этом служении. Добро пожаловать! И мы также приветствуем вас миром Господа Иисуса. И в этот момент мы помолимся, мы воззовем к Богу крови Иисуса Христа, те, кто могут. Давайте склоним наши колени. Если у вас нет возможности склониться пред Богом, то обратитесь к Богу просто всем сердцем. Давайте помолимся. Наш Бог, мы взываем к тебе о силе, которая в крови Иисуса. Мы просим у тебя прощения наших грехов, каждый грех, Господь, чтобы ничто не мешало тому, чтобы твой Дух Святой посетил нас и принес нам переживания, Господь. Господь, чтобы каждый, кто участвует в этом служении, Господь мог благословить. Господь, и сила в крови Иисуса, мы подываем тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Давайте присядем, и мы споем псалом. И давайте, Господь уже освободил нас от греха, давайте мы позволим Господу наполнить наши сердца. И если вы можете, будьте так же с нами. Я пред Тобой, Господь, стою, чтобы исповедать грех мой, в прощении нуждаюсь я, в общении с Тобой. Я у Тебя, Господь, прошу, сердце мое омой, сделай его белей снега и волны. Держи меня в своей руке, Иисус. Лишь в Твоих объятиях обрету покой. Сокрой меня от зла сего мира. И дай мне с Тобой ходить всегда. И дай мне с Тобой ходить всегда. Слава Иисусу! Слава нашему Господу Иисусу! Что-то чудесно хвалить Господа. Мы споем еще один псалом. Слова, они показаны на экране. Вала Господу, он освобождает наши души. Мой грех был искуплен на кресте Твоей любовью. И от смерти печальной судьбы Ты избавил меня, Господь. Приди и зажги в душе моей живой огонь, и чтобы он горел без конца. Тебе поклоняюсь и всегда взываю, О, Господь, живи во мне. Если не уверены, если в сомнении я слышу волос искусителя, то Ты ведешь меня и помогаешь мне и даруешь мне победу. Приди и зажги живой огонь в душе моей, пусть горит он без конца. Тебе поклоняюсь и к Тебе взываю, Господь Иисус, живи во мне. Искупленная душа моя будет иметь жизнь в Тебе и в Твоей любви. С радостью я признаю, сколько я должен Тебе, Господь. Эри knew, он не offerings, в Тебе и жер Neil. Я любую Мы теперь попросим одного из пасторов, чтобы он помолился. Мы уже прославили Господа, уже спели Господу полу. И один из пасторов помолится Господу за нашу жизнь. Господь наш Бог и Отец, мы взываем к Тебе, Господь, взывая о крови Иисуса Христа, когда мы просим Тебя благословения для тех, кто трудится, кто работает, для тех, кто трудится, Господь, там, где с этой болезнью, с этим вирусом, Господь, врачей и пожарников, Господь, врачей скорой помощи. Господь, также помоги нам, сохрани нашу работу. Мы взываем Тебе во имя, Господа Иисуса. Аминь. Слава Тебе, Господь. Мы прослушаем еще один псалом. Позволь Господу наполнить ваше сердце и получи благословение от Господа. Он однажды вернется, чтобы забрать свою церковь. Мой Иисус, мой Иисус, Он грядет. Мой Иисус, Мой Иисус, Ты моя жизнь. Наши бремя Он понес и дал нам всю Свою любовь. Наши боли Он взял на Себя. И жизнь новую Он нам даровал. Как чудесно служить моему Иисусу. Прославлять Его имя. Киваслава ведет нас. Ведет нас в Его свете. Лишь Иисуса я хочу хвалить. Лишь Иисус, Мой Иисус. sanctурирую мне ищи. Рассказуєм. Лишь Иисус. Ж coexistенность только дип notice. Жизнонтор. 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 Слава имени Господа Иисуса! Аллилуйя! Мы прочитаем отрывок из Слова Божьего. Я приглашаю вас, если у вас есть Библия в руках, откройте вместе с нами свою Библию. Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 14 главу, стих 31. Евангелие от Матфея, 14 глава, стих 31. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» До сего места возлюбленный Слово говорит нам о переживании, которое многие уже знают. Это то, через что прошли ученики Иисуса, когда они увидели, как Иисус идет по волнам. Но больше этого, один из них, он пошел вместе с Иисусом в воде. И если бы Господь Иисус не помог ему, то он бы утонул в воде. И этот 31 стих Господь Иисус говорит Петру и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился? Откуда он вышел? Он вышел из лодки, но когда увидел ветер и волны, то он усомнился». Иисус говорит ему, «Маловерный». Интересно, что когда мы читаем этот стих, и если мы не будем внимательны, мы можем подумать, что у Петра не хватило веры для того, чтобы идти с Иисусом по волнам. Но если мы будем внимательны, то мы увидим, что его недостаток веры был не в этом, а в совсем другом, немножко раньше. Давайте немножко посмотрим о том, что действительно произошло. Слово говорит нам в стихе 22, «Господь, Он принудил учеников войти в лодку и повелел им пересечь другую сторону. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». Стих 22. Итак, стих говорит нам очень ясно, что Господь Иисус, Он повелел своим ученикам «Войти в лодку». Интересно, что каждый отрывок этого слова Божия, каждый отрывок, каждое слово, оно имеет свое значение. Мы видим, что море – это прообраз мира. И Господь Иисус сказал вам «Войти в лодку». Что такое лодка? Лодка – это прообраз церкви. Эта церковь, Господь, Он установил это, чтобы мы могли присутствовать, жить в Его присутствии и не утонуть в этом море. Он даровал Ему лодку. И где же был Иисус в этот момент? 23 стих. «И отпустив народ, Он взошел на гору, помолился наедине, и вечером оставался там один». И Его ученики, они пересекают море согласно наказу Иисуса, а Он остался на суше и молился. И мы видим далее, что ветер поднялся очень сильный, и шторм, и било лодку волнами до такой степени, что лодка была находилась серьезной, подвергалась серьезному риску утонуть. И 25 по 27 стих. «В четвертой же страже ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». И ученики, почему Иисус шел по морю, сверху по волнам? Господь Иисус совершил множество чудес, но почему Он сделал вот именно это? Потому что самое лучшее место, где мы можем быть, это там, где Господь Иисус повелел нам быть. И когда Господь Иисус повелевает нам быть где-то, то мы можем быть уверены, что если мы там, то Он услышит нас, и Он поможет нам. Вещи, которых мы иногда даже не понимаем, как происходят. Как, например, с этими учениками, когда они увидели Его, идущего по морю, то они закричали от страха. И в 27 стихе написано, «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Господь Иисус успокоил их сердца. И именно вот эта сцена разворачивается перед нами, и Иисус приближается к ним. Они в страхе, они в страхе от волн, от шторма, но также страх от Иисуса, который шел к ним по волнам. Они думали, что это призрак. Иисус шел сверху по волнам, по ветру, к ним, чтобы помочь им. И теперь самое главное, на что я хочу привлечь ваше внимание, начиная с 28 стиха, когда Петр, так написано, Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Хотел бы призвать ваше внимание. Этот текст показывает нам, что здесь Петр не поверил. Именно здесь он не поверил. Никогда Иисус, никогда Он пошел по водам, но сначала здесь, когда Он сказал, «Господи, когда Господь сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь», но Петр не поверил Ему. Именно в этот момент Петр не поверил. Как мы знаем? Откуда мы знаем, что Петр не поверил? «Господи, если это Ты, если…» Что здесь, чего здесь его не хватило? Не хватило веры. Я хотел бы остановиться и сказать нечто важное. Есть два разных вида веры. Есть вера, которая действует в этом мире, в котором мы живем. Почему? Это вера, основывающаяся на ресурсах, этого мира. Если есть у вас какие-то умственные способности, если у вас есть материальные ресурсы, если у вас есть сила, политическая какая-то власть, то вы думаете, что это может дать вам решение проблем. Человек без Бога, живущий в этом мире, он живет этой верой. Он говорит об этой вере. Это вера суеверная, это вера культурная, но это вера, которая в основном основывается на ресурсах этого мира. Эта вера не ведет человека к Богу. Эта вера, она ведет, ведома человеком. Человек руководит этой верой. Я здесь хочу вот так, а там я хочу вот так. Но не об этой вере говорит нам Библия. А Библия говорит нам о вере, которая генерируется в нас, рождается в нас Духом Святым. И она действует в наших жизнях, искупляя нас и ведя нас к Господу. И как в послании к евреям написано в 11 главе, что вера – это осуществление, это твердость, чтобы мы стояли в присутствии Господнем, и никакое, ничто не смогло бы пошатнуть нас. И именно этой веры не хватило Петру, когда он сказал, «Если это ты, Господи». Но мы также видим, что Господь не запретил ему. Когда Петр попросил пойти по волнам, то Господь Иисус не запретил. Господь даровал нам свободную волю. И именно человек избирает, по какому пути ему идти. Если ваш выбор идти в благодати Господней, то вы будете ходить в присутствии Господнем. Но если вы будете избирать, базируясь на своих эмоциях, на своих чувствованиях, то вы не сможете устоять. И Петр, он тогда... Я могу показать вам три разных действия, которые совершил Петр, которые были основаны именно на этом маловере, и которые закончились на том, что он начал тонуть. И он не утонул лишь потому, что Иисус помог им. Во-первых, это молитва, которую он сказал, он произнес. И он произнес молитву. Молитва – это разговор с Богом, так? Он сказал, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Очень интересно, правда? Посреди всей этой ситуации, что же было бы самой идеальной, можно сказать так, молитвой, если бы вы были Петром в лодке, если бы вы увидели Господа Иисуса, попросили ли бы вы Его выйти из лодки? Или попросили ли бы вы, Господь, приди быстрее? Или сказали бы, Господь, повели этому ветру утихнуть? Какую молитву бы вы помолились Господу, увидя, как Иисус идет к вам по воде? Иисус, который нас поставил в своей работе, в своем присутствии. Но интересно, Петр говорит, если это Ты, Господи, повели мне прийти к Тебе по воде. Очень странная молитва, потому что молитва Петра была основана на маловере, если это Ты. Но Господь не запретил им. Молитва с верой, она укрепляет. Лодка это образ работы Духа Святого, это церкви, и пребывать в этой работе здесь наша безопасность, потому что здесь Господь поставил нас, Господь повелел нам пребывать. И второе, что сделал Петр, это когда он в своей молитве он поставил себя и как бы выделил себя из других, из среды других. Когда он сказал, Господи, повели мне, но слово говорит нам, что работа Господня, она в теле, она совершается в теле, и какой из членов больше или важнее один другого. Павел говорит о теле Христовом, и он говорит о том, что иногда самые маленькие члены тела, они самые важные, и внутренние органы, они иногда важнее внешних, видимых, сердца, печень, почки, церкви, пастор, диакон. Нет, это Господь Иисус, ибо Он идет по волнам, Он победил этот мир, где смерть твоя победа, и где смерть твоя жала, и где твоя победа. Господь Иисус пришел в этот мир, Он победил этот мир, Он прошел по волнам, но Он не утонул, и после смерти креста Он воскрес на третий день, Он победил, и когда мы верим в Него, мы не пытаемся выделиться из толпы, Господь, Ему принадлежит вся слава нашему Богу, Отцу и Сыну, и Духу Святому, и Он достоин всей хвалы. Раскайтесь пред Господом, позвольте Господу посетить, когда Господь Иисус вошел в лодку с учениками, тотчас успокоились волны, ветер утих, и ученики Его удивились. Они начали спрашивать друг друга, кто сей? Иисус есть манна, которая сошла с небес. И народ израильский, они собирали манну каждое утро, а значение слова манна, это значит, что это, что это за вещь. И народ израильский Он собирал с каждым утром. Не позвольте никому увести вас из присутствия Божьей, из работы Божьей, даже если это ваше сердце, или кто-то другой. Давайте прославим Господа и откройте свое сердце Господу. Буря Господь завывает, как страшен сердитый гул. Туча нам свет застилает, мы гибнем, а ты заснул. Или тебя не тревожит, что смерть окружает нас. Грозный вал наступает и может ладью поглотить тот час. И волны и ветер услышат мой глаз, умолкнут тот час. Бурное море смирится, мне всякая тварь подчинится, владыка земли и небес тут сам, не даст он всесильный погибнуть нам. Услышат волны и ветер мой глаз, умолкнут тот час. Боже, в глубокой печали склоняю главу главу мою душу грехи взволновали спаси о спаси молю сердце моё заливают потоки земных скорбей я гибну к тебе я взываю покой дай душе моей и и и и волны и ветер услышат мой глаз умолкнут тот час Бурное море смирится, не всякая тварь подчинится Владыка земли и небес тут сам Не даст он всесильной погибнуть нам Услышат волны, и ветер мой глаз умокнут тот час Буря Господь миновала, и в сердце настал покой Солнце опять засияло над стихнувшей вдруг волной Будь же со мною Спаситель, твой мир ты во мне храни Небесную Божью обитель на вечный покой прими Будь же со мною Спаситель, твой мир выстрел Солнце опять, солнце опять, солнце опять Солнце опять, солнце опять, солнце опять Слава нашему Господу Иисусу! Аллилуйя! И теперь мы послушаем пастырские письма. Это послания, которые пастора пишут своим церквям, которые показывают любовь. И мы пишем, оставляем их на сайте. Послушайте и получите благословение. Пастор Магну Мартин Северера из города Маже, штата Рио-де-Жанейро. Возлюбленным братьям церкви Иллиджи Пиабета и всем остальным. Дни, в которые мы живем, исполнены страданий перед лицом стольких событий. Но возлюбленный для Церкви Христовой, есть твердая и живая надежда. Вскоре слава нашего вечного Спасителя проявится, и мы будем вознесены, и наша радость будет вечной. Давайте пребудем твердыми на скале нашего спасения, Маранафа. Слава имени Господа Иисуса. Мы помолимся в завершении этого служения. Закройте ваши глаза. Наш Бог, мы славим тебя, потому что Господь, ты поставил нас, ты расположил нас в своем работе, ты повелел нам. И под твоим повелением мы рады пребывать в вам присутствии. Господь, даруй нам множество переживаний всем твоим рабам, и особенно тем, кто слушает это служение впервые. Дай им переживать переживание спасения и жить в этом спасении, Господь. Утверди в твоем присутствии, даруй нам больше веры, и злея твоего Духа Святого на нашей жизни, и даруй нам это благословение, чтобы мы могли получить ответы, которые мы нуждаемся, чтобы мы могли твердо стоять в твоем присутствии и быть вознесены, когда Господь Иисус заберет Свою церковь. Мы молимся к тебе во имя, Господь Иисус. Аминь. Мы молимся, чтобы Господь, нашего Господа Иисуса Христа, любовь к Богу нашего Вечного Отца и утешение общения Духа Святого добудет на всем народе Божьем отныне вовеки. Аминь. Аминь, братья и сестры. Наше служение закончилось, но мы хотели бы оставить номер телефона для тех, кто живет на территории Бразилии. Вы можете позвонить. Если вы не являетесь членом церкви, можете позвонить по этому номеру. И 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наши пастора ответят на ваши вопросы, на ваши молитвы. Это для тех, кто проживает на территории Бразилии. Сюда вас помолятся, вам дадут совет и дадут вам адрес церкви, который ближе всего к вашему дому. И чтобы церковь могла продолжить оказывать вам помощь. Пребывайте, оставайтесь в служении и присутствии Господним. И участвуйте в других служениях. Приветствуем всех миром Господа Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok